Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только отличные БУ запчасти, но и мотоциклы с нашим новым брендом «МотоСтронг». Здесь на лучших условиях продаются обслуженные мотоциклы без пробега по СНГ с полным пакетом документов. Весь ассортимент представлен по ссылке в описании. Звоните, таких классных мотоциклов вы нигде не найдете. Если вы не можете приехать к нам, то мы сделаем видео осмотр мотоцикла и поможем с доставкой в Россию. Сегодня мы разберем один из первых массовых двигателей BMW с непосредственным впрыском. Итак, встречаем N43. В 2006 году компания BMW приступила к выпуску массовых бензиновых двигателей с непосредственным впрыском. Это были моторы N43 и N53. Сегодня мы разберем младший 4-цилиндровый объемом 1.6. Кстати, рядные 4- и 6-цилиндровые двигатели BMW были не первыми моторами с непосредственным впрыском топлива от BMW. Первенцем был в 2003 году мотор N73 объемом 6 литров V12. Двигатели N43 существуют в двух вариантах рабочего объема 1.6 и 2.0. Эти двигатели устанавливали на рестайлинговые BMW 1 серии, также на рестайлинговые BMW 3 серии, а также на модель 520i в кузове E60. Младшая версия этого двигателя развивает мощность 122 лошадиные силы, старшая двухлитровая – 150 и 170 лошадиных сил. Соответственно, его можно встретить на версиях 116, 118 и 120i и на соответствующих тройках. В 2009 году от двигателя N43 объемом 1.6 отказались и заменили его на дефорсированный N43 объемом 2.0 мощностью 122 лошадиные силы. Важно учитывать, что моторы N43 продавались в странах с хорошим бензином, потому что высокосернистый бензин убивает катализатор оксидов азотов, который необходим для работы этого двигателя. А в странах с проблемным топливом машины 116, 118 и 120i продавались с двигателями N45 и N46, на которые у нас, кстати, в нашем плейлисте есть обзоры. Чтобы правильно идентифицировать двигатель, надо посмотреть на наклейку с ВИН-кодом. Двигатель N43 построен на основе легкосплавного блока в ГБЦ 2 распредвала 16 клапанов. Система ValveTronic сюда не поместилась. На место ее электромотора разместили пьедестал для топливного насоса высокого давления, а там, где стоял эксцентриковый вал, расположились форсунки непосредственного впрыска и их топливопроводы. В топливной системе два насоса. Подкачивающий насос, который находится в баке, перекачивает топливо между левой и правой половинками бака и подает топливо к ТНВД под давлением 5 бар. Топливный насос высокого давления нагнетает топливо в топливную рампу под давлением 150-200 бар. На входе в ТНВД есть датчик низкого давления топлива, а на топливной рампе есть датчик высокого давления топлива. Фильтра тонкой очистки в топливной системе нет. Есть только грубая сетка, которая находится на топливозаборнике. Первый опыт инженеров BMW с непосредственным впрыском на моторе N43, а также на шестерке N53 оказался неудачным. Качество компонентов системы впрыска оставляли желать лучшего. Поэтому компания BMW меняла многие детали по гарантии. Также она меняла моторы по гарантии, которые пострадали от проблем в топливной системе. Также хлопоты доставляла выхлопная система, оснащенная накопительным катализатором с датчиком оксидов азота. Датчик находится за катализатором возле второго лямбда зонда. Катализатор накапливает оксиды азота, после чего должен происходить прожиг катализатора, в ходе которого оксиды азота восстанавливаются до азота и воды без вредных. Периодически ЭБУ запускает прожиг катализатора от скопившейся серой. Чем старше мотор и катализатор, тем чаще он нуждается в прожигах. Прожиг катализатора в городских условиях практически невозможен. Регенерация от оксидов азота должна происходить на скорости 80 км в час и занимает примерно минуту. А вот очистка катализатора от серы происходит на скорости 110 км в час и занимает 20-30 минут. Если катализатор не справляется со своей задачей, то появляется ошибка по датчику оксидов азота и он выходит из строя. Новый датчик стоит 500 долларов. Но умельцы пришли на помощь владельцам моторов N43 и N53 и предложили эмулятор датчика, а также прошивки, с помощью которых ЭБУ забывает об экологии. Как и другие рядные четверки N-серии, этот мотор потребует замены уплотнений клапанной крышки, также уплотнений стакана масляного фильтра и теплообменника. На некоторых моторах 1,6 4-цилиндровых N43 встречается стакан масляного фильтра без теплообменника. Также рано или поздно потребуется замена уплотнений клапанов фазовращателей, а также уплотнение вакуумного насоса. Пластиковые фланцы системы охлаждения, установленные на блоки цилиндров, иногда текут по стыку. Их надо заменить на новые. Мембранный клапан системы вентиляции картерных газов находится на клапанной крышке. Со временем мембрана может лопнуть, и тогда во впуск попадает неучтенный и неочищенный воздух. Как следствие ошибки по неправильному смеси образованию, возрастает расход масла на угар и может быть слышен свист в районе корпуса клапана. BMW предлагает заменить клапанную крышку целиком. Цена ее 300 долларов. Но на рынке есть заменители мембраны, поэтому можно вскрыть этот корпус и поменять мембрану. При появлении подтекания между корпусом вакуумного насоса и ГБЦ надо будет поменять уплотнительное кольцо. А вот если масло течет по штуцеру и педаль тормоза с утра нажимается с большим усилием, придется поменять вакуумный насос на новый. Топливные форсунки для двигателей N43 и N53 разрабатывала компания Siemens. Поэтому неудивительно, что они пьезоэлектрические. Вообще конструкция этих форсунок крайне неудачная. Инженеры придумали удивительный распылитель запорной иглы, которого находится снаружи. То есть при открытии распылителя игла выдвигается наружу. Крохотных сопел здесь нет. С этими форсунками было очень много проблем. Самые ранние версии толком не запирали распылитель. Поэтому форсунка на неработающем двигателе могла налить топливо на поршень. Как результат запуск двигателя и гидроудар. Инженеры потом исправили этот недочет, но форсунки все-таки продолжили кошмарить владельцев двигателей N43 и N53. У этих форсунок нарушалась производительность. Была проблема с распылением топлива. Доза впрыска увеличивалась. Из-за этого двигатель очень неуверенно запускался, неровно работал на холостых оборотах, дымил. По мере износа под нагрузкой падал в аварийный режим, а в худшем случае из-за льющих форсунок мог прогореть поршень. Форсунка могла выйти из строя, так как пьезоэлемент плохо переносит жар от ГБЦ. Из-за неисправной форсунки мог выгореть управляющий ключ в ЭБУ. Тогда приходится менять и неисправную форсунку, и ЭБУ. Сейчас выгоревшие ключи перепаивают. Многие владельцы автомобилей BMW с этим мотором столкнулись с тем, что двигатель плохо запускается по утрам. В этом случае придется купить и установить комплект форсунок последней ревизии. На минуточку цена одной форсунки примерно 270 долларов. Последний каталожный номер заканчивается на 48. Далее идет цифра ревизии. В нашем случае 0,9, последняя ревизия 11. Все форсунки на одном моторе должны иметь одинаковую ревизию, иначе мотор будет работать плохо. Форсунки надо устанавливать на новые проставочные кольца и также надо заменить уплотнительные кольца на распылители. После этого форсунки надо прописать. После неудачного опыта с пьезоэлектрическими форсунками Siemens BMW перешли на электромагнитные форсунки Bosch с классическими распылителями с дюзами. Эти форсунки появились на моторах N54. Посмотрите на эту пластиковую красавицу. В BMW считают, что много пластика не бывает. ТНВД для двигателей N43 и N53 разные. Насос для шестерки доставил очень много проблем. Во-первых, его конструкция неудачная и есть вопросы по качеству изготовления. BMW только с седьмой попытки смогла предложить надежную версию ТНВД. На двигателях N43 ТНВД более удачный. В целом, это надежный узел, но его можно прикончить разовой заправкой бензином 92. Вообще, топливная система прекрасно диагностируется. Диагноз должен понимать, что подкачивающий насос при любых условиях должен выдавать давление топлива 5 бар плюс-минус 1%. Если же низкое давление скачет, то в топливной системе проблемы и двигатель будет работать неуверенно. Также скважность более 80% управляющая шим сигнала подкачивающего насоса говорит о проблемах. После остановки двигателя низкое давление топлива должно упасть до 4,5 бар примерно за 15 секунд, а высокое давление до 5 бар примерно за 3-4 секунды. Если величины более низкие либо же более ускоренные, то это говорит о проблемах в топливной системе. Как правило, проблемы в насосах. Реже проблема в трубках для перекачки топлива и в питании подкачки. Также загрязненный мешок топливозаборника не стоит исключать. Вообще лучше перепроверить показания манометром, потому что иногда датчики выходят из строя и врут. При этом появляются ошибки по давлению топлива в рампе и также двигатель уходит в аварийный режим. Для катушек зажигания на прямо впрысковых двигателях предъявляются особые требования. Они питаются током 10 ампер, а напряжение первичной обмотки равняется 400 вольтам, как в центре трансформации 100. Это значит, что для создания искры на свечах зажигания катушки производят напряжение в 40 киловольт. При таких высоких требованиях не удивительно, что поставщик катушек зажигания для BMW долго не мог предоставить изделия достойного качества. С 2007 по 2013 год компания BMW предложила пять вариантов катушек. Неудачные катушки меняли по гарантии. Катушки зажигания на двигателях N43 едва выхаживали 20 тысяч километров. После 2013 года их ресурс стал приемлемым. Симптомы неисправных катушек сводятся к пропускам зажигания. Сначала пропуски искры появятся при ускорениях на высоких нагрузках, а затем появятся еще и на холостом ходу. Нередко владельцы BMW с моторами N43 при сильных пропусках зажигания меняют все подряд и катушки, и форсунки. Хотя опытный диагност обязательно скажет, в чем дело. Добавим, что пробитые катушки зажигания видны по трещине на их корпусе. Ну а сегодня раскидать этот прямовпрысковый мотор нам поможет супер мега прямовпрысковый механик Евгений. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Итак, особенность многих двигателей BMW. Если утром при запуске двигателя загорается на пару секунд красная маслянка, то надо снимать стакан масляного фильтра и посмотреть, не застрянули вот тут чего. Именно здесь, вот в этом клапане. Ну а теперь о состоянии. Типичный лаковый налет, который свойственен для горячих двигателей. Но со смазкой у этого двигателя был полный ахтунг, потому что некоторые кулачки не все уже начали выкрашиваться. ТНВД приводится дополнительным кулачком выпускного распредвала. Вот это толкатель ТНВД. Обратите внимание, что он оснащен роликом и он не изнашивается так, как толкатели на ранних моторах Volkswagen. Фирменные фазовращатели BMW называются Vanos. Они имеют лопастную конструкцию, внутри по четыре камеры. Фазовращатели изнашиваются из-за загрязнения управляющих клапанов. Поэтому для профилактики стоит чистить клапаны от сажи, которая скапливается на сетках, как в нашем случае, и внутри золотников. Самый действенный способ очистки – это с периодическим включением клапана. То есть на клапан надо подать напряжение 12 вольт. Но осторожно, не подпалите очиститель и скрой на контактах. Сажи появляются из-за некачественного масла и продолжительных интервалов замены. Поэтому качественное масло, нормальные интервалы замены масла, то есть раз в 10 тысяч и замена фильтра продлить жизнь фазовращателем. Также стоит профилактически каждые 50 тысяч километров менять уплотнительные кольца на управляющих клапанах. В случае серьезных проблем с подачей масла фазовращатели серьезно изнашиваются, что приводит к разрушению канавок ротора, в которые вставлены лопасти. А подгоревшие частички в масле изнашивают корпус муфт изнутри, что приводит к утечкам масла, поданного в камеры. Потрясающая особенность двигателя N43 в том, что цепь и весь комплект подходят к большому разнообразию двигателей BMW, в том числе и нарядные шестерки BMW N54 мощностью более 300 лошадиных сил. Также этот комплект и цепь подходят на прекрасные моторы EP6, а ниже N14 и N18 для автомобилей MINI. Практика показывает, что цепь ГРМ на моторе N43 ходит примерно 200 тысяч километров. Но справедливости ради скажем, что ее ресурс зависит от качества масла, периодичности замены, а также от стиля езды владельца. Есть одно важное обстоятельство в том, что фторопластовые направляющие башмаки могут треснуть и обломаться до того, как цепь ГРМ сильно зашелестит. Даже при небольшом растяжении цепи возникают дополнительные вибрации, которые способствуют к поломке этих фторопластовых башмаков. Хуже всего, что если отломается значительная часть от направляющих, то тогда цепь может перескочить и просто уничтожить этот двигатель. Поэтому надо прислушиваться к цепи, менять ее всем комплектом раз в 200 тысяч километров. Также добавим, что цепь ГРМ надо поменять с ее гидронатяжителем. Гидронатяжитель создал немало проблем. Он изнашивался, заклинивал, цепь провисала. Также на ранних моторах N43 была проблема с выдавливанием масла через уплотнитель. BMW решила эти проблемы. Однако самая свежая ревизия гидронатяжителя вышла в 2016 году. Именно его надо ставить при замене цепи ГРМ. Двигатели N43, как и другие прямо впрысковые BMW, требуют специальных свечей. Нет, они недорогие. Но чтобы выкрутить и вкрутить свечу, надо специальный ключ с шарниром, потому что свечной канал изгибается под углом 5 градусов. Внутренний диаметр свечи 12 миллиметров, гайка 14 миллиметров под 12-гранную головку. Таким образом, свечи тонкие, чтобы поместиться вместе с форсунками непосредственного впрыска. По состоянию здесь все очень грустно. Этот двигатель еще работал и на моторном масле. Блок легкосплавный, с впрессованными чугунными гильзами, открытая рубашка охлаждения. По состоянию все печально. Хона практически нет и видны задиры напротив поршневых юбок. Двигатель N-серии лишился масляного щупа. Его место занял электронный датчик уровня масла. Если этот датчик станет неактивным, либо же показания с него будут скакать, то дорогостоящий вот этот датчик можно вылечить чисткой. Эту процедуру очень удобно проводить при замене масла, а для чистки датчика достаточно очистителя карбюратора. После чистки датчик надо установить на новое уплотнительное кольцо. Так как у нас двигатель частично разбирался, цепи маслонасоса у нас сняты. Многие владельцы автомобилей с двигателями N-43 решают поменять кассету цепи маслонасоса, хотя проблем с ней не случается. Каждый двухлитровый двигатель N-43 оснащен модулем балансиров, который встроен в корпус маслонасоса и приводится от его шестерни и вала. Напомним, что у нас 1,6 литровый мотор, поэтому в поддоне у нас только маслонасос. Нередко владельцы автомобилей с двигателем N-43 сталкиваются с проблемой по части давления масла. Благо датчик давления масла выкидывает красную маслёнку заранее, а не в тех ситуациях, когда давление масла уже равняется нулю. Часто причиной снижения давления масла является закупоренный маслозаборник. Он может закупориться подгоревшими частичками масла, а также может закупориться разрушенными частями фторопластовых башмаков. Это экстремальные случаи, когда двигатель может погибнуть от недостаточного давления смазки, а также от перескока цепи ГРМ. Также давление смазки становится недостаточным из-за неисправности гидравлического клапана, который управляет производительностью маслонасоса. В этом случае ошибка красная маслёнка может гаснуть после перезапуска двигателя. Давление масла в двигателе N-43 измеряется при помощи специального адаптера в корпусе масляного фильтра. На холостом ходу должно быть 1,5 бара. Состояние поршней типичное для мотора, который закусывал маслом. Нагар на донышках поршней, закоксованные маслосъемные кольца, а также изношенные шатунные вкладыши. А вот на коренных вкладышах мы отчетливо видим царапины, который оставил мусор в масле. А коленвал визуально неплох. Верхние коренные вкладыши тоже со следами износа. Больше всего пострадало упорное кольцо со стороны маховика. Коленвал пытался закусить и им. Ну что, разборка закончена. Что хотелось бы сказать в конце. Не жалейте денег на обслуживание мотора BMW, потому что мотор BMW вас не пожалеет. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик и поделитесь этим видео с друзьями. Говорят, что поддержка нашего канала – это плюс 500000 километров к ресурсу вашего автомобиля. Так что не жалейте репостов и лайков. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».